друзья всем здравствуйте вы на канале мутлу travel меня зовут яна и мы сейчас находимся с вами в жаркой хургаде в египте в общем я опять здесь в предыдущем видео я вам показывала дорогу как я перелетала как я собиралась уезжала из квартиры в общем показал предыдущем видео свои чувства о том что я уезжаю и в общем все вам показала в этом видео я вам покажу как я заселилась в отель он такой достаточно популярный оказывается то есть недорогой и многие его выбирают я конечно не снимала полноценный обзор потому что у меня но физически не было времени на это я искала квартиру то есть я приехала уже утром ну пропустив практически полдня в отеле потом я днем искала квартиру потом я вернулась и на фоне стресса общем уснула отдыхала ну и потом вечером соответственно показывал уже вам анимацию ужин и утром там обзор отеля сделала небольшую территорию небольшую там обзор и номер показала очень много скажу лайфхаков лайфхаков как можно значит добираться до отеля или там самостоятельно если вы хотите снимать квартиру как это можно сделать подписывайтесь на мой канал также я может быть что-то упустила по вашим вопросам я буду снимать короткие видео уже начала это делать то есть рассказываю как получить визу как продлить визу в кургане если вы хотите остаться дольше там на два месяца на три месяца буду рассказывать остаться дольше и на полгода и на год подписывайтесь ставьте нажимайте на колокольчик чтобы у вас соответственно приходило уведомление коротких видео потому что многие их почему-то не видят и также подписывайтесь на мой телеграм-канал он на ссылка есть в описании то есть там вы можете напрямую мне какие-то вопросы задать соответственно и тоже много что можно обсудить у нас там такое приятное комьюнити мы обсуждаем рассказываем разговариваем в общем все в онлайне это происходит поэтому подписывайтесь и смотрите мой обзор отеля он правда конечно не полный но что получилось потому что когда знаете у вас есть цейтнот со временем и вам нужно срочно заселяться куда-то найти квартиру потому что работа тоже не ждет основная вот что получилось то получилось то есть если какие то есть вопросы задавайте под видео я с удовольствием сама лично на все вопросы отвечаю всех люблю подписывайтесь ваша я на приятного просмотра в общем друзья вот я тоже день и следующего дня за автологию в общем я стелилась в отель но я очень долго не могла вызвать такси дубер они даже деньги списали а сама не предоставили как бы то есть карты списали надеюсь сегодня скан на карту вернется потому что не было поездки вот здесь такие ужасные лифты вообще конечно я просто удивляюсь бедные люди как вообще вот в таких отелях можно отдыхать я просто в шоке всего происходящего лучшего никого конечно тот отель чем те предыдущие чем это знаете empire трешка которая не которая на первой линии empire о которой второй линии потому что не всего здесь на двое суток я умею что я щас а еду искать квартиру и соответственно найду квартиру ну и так вот общем я вчера конечно на кося человек могла но по поводу этого вызова такси то есть сначала я никому в общем я же кладу деньги 600 рублей на чтобы списалась за сутки в роуминге и получилось что у меня стих 600 рублей списался платеж за номер на тупец и как бы за сохранность номера в этом за границей вот вид такой отельчик даже какой-то ли этот есть сфинкс стоящий тут и лифты они конечно ужасные такие там двери страшные здесь все такое искусственное так симпатично сделано конечно смотрите вот все эти ремонт это просто ужас в общем сумма мне положил 600 рублей и сумма за вот это вот как сказать чтобы номер не добрали за границей чтобы его поддержать удержать там зайка называется забыла списалась сколько там 80 рублей в чем не хватало мне в общем теперь а сумму чтобы выключить включить роуминг как я обычно включаю момент такси заказала и поехала в общем не могла и потом хорошо там женщина была она значит вышла и мы все равно купили с ней сим-карты они нам говорят через час активируются сим-карты этим но часом что там в аэропорту сидеть целый час и так уже мы там долго много времени потеряли ну и в итоге она за шоколадку общем помогла чтобы мы там активировали эти карты шоколадку подарила они нам активировали быстро эти карты сим-карты еще они в принципе они не можно раздать мне интернет они принципе согласились даже раздать уже после покупки сим-карты то есть она мне подключил свои свой интернет и можно было принципе такси заказать или я оплатила вот добавила деньги до роуминга до этого но уже не стала потом им пользоваться потому что какой смысл потому что уже сим-карты включились местные ну и все и я не могла потом вызвать такси очень долго то есть я очень долго стояла я все перенервничала они не хотят ехать одного и того же мужика попадаю на него заказываю такси попадаю на него он уже там ты такие деньги никуда не доедешь там типа очень дорог очень дешево давать типа вот мне еще пять долларов там сверху мне кажется все эти еще при царе фараоне были сделаны так и остались смотрите ничего не мы то ничего не делано вот как люди отдыхают и не представляю зато вот так вот самое приятно это сидеть вот на этих стульях которые тоже видимо при фараоне еще делались ну здесь симпатичная в лобби в принципе такое чистенькое достаточно принципе они все намывают чисто но но очень старая вот стекла все заляпанные почему они стекла не может я не тоже они абсолютно не понимаю в итоге я уже бросила потом этот убер и на индрайв очень быстро заказала и мужик один тоже не поехал крутился крутился я его там минут десять ждала в общем он так и не приехал потом они пытались там обмануть ну подъезжают другие видимо которые видели мой заказ подъезжают так уже полиция вмешалась говорит куда вы ее типа собираетесь вести в общем я не знаю я столько там вчера греблась но даже снимать не могла потому что ну все это в моменте было так страшно в общем теме никого нет в аэропорту там же все закрыто в рейс это не так как знаете там где-то в стамбуле который один за другим садятся а здесь то в один прилетел и все их не знаю там следующий когда будет ну все и в общем кошмар какой-то ну ничего потом один еле-еле там короче приехал его мне даже довез до этого отеля спасибо ему я уж там какие деньги собрала все ему отдала все что было все что нажито не положу наличку сняла с карты вот хорошо карта с наличка была на карте так бы доллара бы пришлось рассчитывать жарко в общем у меня как обычно не без приключений подписывайтесь мой канал будете знать не надо делать на шутка нет но на самом деле будете знать как не нужно делать на самом деле потому что это да все проверяет все у каждой контролировать а я как бы вроде как стараюсь все это делаю но увидите такие накладки бывают все равно целой списалась именно в этот день не какой-то в другой именно в этот чем сюда приехал он этот который на ресепшн парень недовольный не браслет не не дал что-то там ключи дошвырнул я уже было спать так хотела нереально и думаю ладно пойду видите банкомат есть принципе то есть прямо здесь вот ты выходишь магазинчик есть везде такое место в принципе не могу сказать что богом забытое то есть нигде не в пустыне это в городе находится рыба какая-то в область и курица сосиски эти стулья тоже вот сделано как времен царя фараона времен фараона просто вообще не тебе мягких подушечек ничего и вот тут все эти окна я не знаю они на каком-то году мне кажется на в восьмидесятых хотели процветать на этом закончилась видите здесь очень комфортно вот в плане того что ветерок жара вообще не так ощущается так хорошо прям прелесть вот смотрите то вот это вот белое здание это вот empire которые три звезды и вот здесь вот дорога и и вот empire beach hotel и там еще по территории сколько-то идти нужно смотрите фаст кофе он сейчас какой кофе сейчас такая жара хочется чем-нибудь жидкого ну вот пиво наливает из бутылок стеллу нормально из банок вернее жестяных без проблем его делают ротла называется это я уже выпила уже не могу такая жара пришла ротла это пиво со спрайтом вкусно нереально только в египте она вкусный это их пиво и их спрайт пиво хорошее чем я вместо того чтобы пойти на пляж и меня прям планы были я поспала такой стресс правда был вообще просто ужас переводом денег с этим роумингом вообще первый раз такая накладка обычно я спокойно включаю и такси вызываю и поехала а тут прям вверх дохар то есть это немножко дальше то есть я не в центре это отель находится в старом городе то есть они будут далеко ехать никто ехать не хотел на зарплее деньги то есть такие только евро просили но я здесь все-таки у меня евро и тут два супчика на ужин у нас тут хлебушек салатики тоже всякие уже я просто полакрую весь ужин такой стресс уже рис с обеда я так понимаю соуса все остатки тоже рыбы с обедом халлоу это не знаю лапта ну вот смотрите что я взяла какие-то горелки на горелке этот короче фасоль баклажаны какие-то котлетки у меня в горевшие положил много на гриле две какие-то куриные эти так сказать ножки но вот не ножки а крылышко рис немножко взяла ну что есть нечего там и соответственно салат мой выбор и муха так выглядит ресторанчик убирают быстро то есть вот сейчас стали поели и быстренько раз убрали сам-то работают по крайней мере не стоит все это было много очень европейцев очень много тоже на русскоязычных арабов немного ну если немного а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас интересно, смотрите, 23 часа с чем-то Бар еще работает, там что-то еще оттуда выносят Я такое первый раз вижу в дешевом отеле Обычно в 10 часов бар закрывается Уже 23 с чем-то, и бар еще открыт Прикольно Вот смотрите, вот пальма А вот она находится как бы внутри территории закрытой И ветер Вот чем очень, ну, кайфово вот в Египте То, что ветерок То есть нет такого ощущения Вот такой прям вот жары И нет ощущения, что ты Каким-то прессом находишься Здесь прям вот такое состояние, что хочется в горы свернуть Видите, Клеопатра ресторан Завтра мы на завтрак туда с вами пойдем Ну, все дешевое, старое очень, но чистое Что я считаю, что должно быть чистое У нас было двое Я, ты И гугл-переводчик Симпатичные, конечно, эти арабы Особенно те, которые более-менее Что-то из себя представляют Женщина по-русски говорит Симпатичная женщина В возрасте Все-таки вот Египет Он завораживает Не знаю, это вот какое-то состояние Знаете, такое вот Сначала ты приезжаешь и думаешь Куда я попал Где мои вещи Потом ты понимаешь Что это такой кайф В общем, смотрите, какой шикарный номер Просто шикарный Я даже здесь не открывала Сейф с ключом То есть он платный Такой шкаф Одна часть без двери Вот, в общем, тут мои вещи Эти вот стекла У них, видимо, болезнь мыть не надо Ну, в общем Тут вот очень нравится мне всегда Кондиционеры Эти старые Машины Такие к потолку прибитые Ну, это вот кроватка Это вторая Я тут спала Ну, тут, конечно, белье Все серое Но это от того, что Бода ржавая Теперь я знаю Ну, вот такой номер Шторы Лакшери Лакшери пятерка Холодильник Он даже работал Я его выключила И из него вода Ну, в общем Он разморозился Не было розеток Тут мало Вот та не работает Розетка Ну, в общем, так вот Такое все Старье Конечно Вот такой Туалетик Душ Кошмарный Ну, в принципе Сантехнику они наменяли Лет 10-20 назад Наверное Тут даже два мыла было Вот водичку я Зубы чищу Всегда этой водой То есть в Египте Никогда из крана Воду Нельзя брать в рот Сейчас собираюсь И Поехали Заселяться в квартиру Вчера съездила Договорилась Все Сейчас пойду еще кофейку Попью И заселяться Забыла еще вам показать Чудесный вид Здесь, видимо, какой-то Раньше в хорошее время Все это работало Бассейн Какая-то вот такая штука Тут Подозрительная Закрытая И люди Люди есть Я вообще в шоке Я думала, здесь В таких отелях Никто не живет Нет Живут, отдыхают Вот смотрите Какой кондиционер Я не знаю Каких годов Вот даже интересно Интересно Какого года Написано Не написано Только Нумера Цифры какие-то И все Вот такой балкон Не сушилки Конечно Здесь ничего нет Вот Вот такой вид Чтобы Закрыть дверь Нужно постараться Потому что Это целая история Потому что Там Этот лучок Он Не заходит Вот Его надо отжать Это вообще просто Ужасы Не закрыть Все ключи Вот так Ну все Перегнутые Загнутые Ну Или Запрыла Все Ободрала Вообще Цирк Вот такие вот Лешечные пролеты Со времен Фараона Не мытые Ну По крайней мере Ремонта Тут точно не было У них вот Они что-то хотят Например Подкрасить Или подделать Они просто сверху Накладывают Не зачищают Нет Ничего не делают В общем Собак Вехер Вот видимо В Пуларе Оттуда видимо К моему бассейну Индивидуальному В общем Такая территория Вчера я видела Даже в этом бассейне Купались Хотя это конечно Очень страшно Он сегодня мыл Из этого же бассейна Территорию Он такой глубокий Два метра Десять сантиметров Бассейн Ничего себе Глубокий бассейн Вот типа Аквапарк Такой Вот они вокруг Дома идут И вот здесь ресторан А здесь уже сразу На ресепшн вход Вот территория такая Продолжение следует... Продолжение следует...